Варна, середина ноября, а погода стоит просто волшебная. Солнечно, тепло, днём за 20, температура воды в море ещё 18, то есть вполне можно купаться. Одним словом, рай земной. Как известно, рай – это прекрасный сад, где зреют райские яблоки и другие фрукты, где райские птицы порхают в ветвях и плавают в водоёмах, и где гуляют красивые люди. И вот сейчас я вам покажу, что все эти кусочки рая имеются в Варне даже в ноябре. Итак, лебеди прилетели в Варну. Ну вот, они совсем-совсем рядом. Они решили, что осень. Первый день я их увидела. Может, вчера прилетели. Сейчас попробую к ним подойти поближе. Иду по морю. Даже не успела тапочки снять, шлюпки. Столько много мальков. И поменьше, и побольше. Я вот всюду думаю, куда они под зиму вылупились. Вот такая чайка. Я вижу, что здесь и взрослые лебеди, и те, которые в этом году только появились на свет. Все-таки они не хотят очень близко подпускать. Развернулись и направились в море. А вот там Баклан. Вот черненький. С желтым клёвом. Чайка. Райское яблоко, так в Болгарии называют хурму, вот она какая, еще не совсем поспела. Это прямо в городе Варни растет, такие красивые плоды, но когда поспеют, то будут красные совсем. Это я пытаюсь вам поближе показать, а листы прям еще совсем зеленые и свеженькие. Благодаря! Много! А как все казва? Костадин. И хотя зовут этого мужчину Костадин, и он работает служителем в адвентийской церкви Варны, мне он очень сильно напоминает того самого бога-творца из божественной комедии Московского кукольного театра имени Образцова. Помните? Правда, похож. В галерее Ларго проходит выставка «Фрагмент театрая». Ну, прямо в мою тему! Здесь представлен цикл работ болгарского художника Цветана Лазарова, в которых отражены его размышления и рассуждения о познании сущего. По мнению Цветана, для того чтобы понять сущность явления, мы сначала разделяем его на фрагменты, а затем соединяем их в единое целое, исходя из своего видения, своего представления. Ну, если судить по картинам, то для Цветана основные фрагменты рая – это прекрасные женщины и фрукты. Напоследок, я вот что хочу вам сказать. И в религии, и в искусстве рай понимается не только как место, но и самое главное – как внутреннее состояние, ощущение человеком вечной, совершенной жизни. Так вот, я желаю обрести вам такое состояние души, чтобы любое место, в котором вы находитесь, казалось вам раем. Субтитры создавал DimaTorzok